31 июля последний день самого жаркого летнего месяца Четвертый день сижу на острове, на озере Песчаное и сегодня твердо намерен покинуть это очень красивое, в хорошую погоду, конечно, озеро Вчера дождик наконец-то закончился, но ветер еще периодически налетает такими синими порывами Сейчас вот пытаюсь взгреть чай, чтобы позавтракать и отправиться дальше Да, здесь мест хороших много, таких живописных скал много Вот тут вот скала напротив, такая полукруглая, надо будет напоследок забраться на нее, поснимать Хотя, конечно, в такую погоду все не так интересно смотрится Да, там неплохая лежка Человек там вполне может разместиться Для каких-нибудь зайцев, лис, местечко такое неплохое Вот высота Каменюки Я думаю, метр два с половиной И вот что-то закинуло это Каменюку почти на вершину горы Поехали SCOTT Безер庫 Каю Сверхи Вот заботливые туристы. А вот и порог Вороцкий. Этот остров и вон там самое-самое то. Вот и порог Вороцкий. 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 Продолжение следует... 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 А вон мой попутчик. Сразу после моста встретил какого-то тоже одиночку. Не знаю кто. Может быть еще встретимся. Чудеса природы. Продолжение следует. 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 Вот, смотрел. Да, всё равно маловато водички. А камней многовато. Посмотрим, что тут дальше, должна быть живописненькая. Уплево, вон она как. Опять камень. Сяду вот так, нагрузка будет равномернее на дно. Вода так растекается, откуда теперь идти? Нашел я себе приключения. Эх, камушки. Много камушков. Главное, что их совершенно не видать. Водя эти камушки. Много камушков. 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 Какие-то утки мелкие, но летают уже. Так, где бы тут залезть эти каменёки. Еще случайно не выпустить при резком торможении. Камень. Так, наверное, тут по струе пройти. Камень. Много камушков. Много камушков. Много камушков. Много камушков. Так, там какой-то завал из березы, возможно даже непроходимый. Так, куда же пойти? Там вроде побольше воды, а здесь помельче. Но здесь прямее, пройду так. А нет, полного завала нету. А где же максимальная глубина? Наверное, тут посередке. А где-то, наверное. Так. Вот я. Вот. Придется сюда идти по камням. А там кажется порог, то есть этот объезд заканчивается. Сюда поедем. Не получилось. Спасибо. А там кажется основное русло. Ну вот. Времени и сил потратил не сильно много. Но зато не пришлось через валы идти. И можно сказать, что сухой. Вот последнюю эту череду гряду пройду. И можно сказать, что этот порог, который якобы масляный, пройден второй раз по левой струе. Вот так вот. Вот пошел осматривать порог, который я когда-то проходил. И нашел несколько выводков молодых лисичек. Лисичек в смысле. Так что будет супец с лисичками. А если много наберется, то и жареные будут. Вот так вот. 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 Значит, все хватит. Вот так вот. Ну вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так я нашел лисичек. Сейчас буду их варить. Только еще не придумал с чем. Одних лисичек маловато. Наверное, я их сварю с рисом. Грибы с рисом отлично сочетаются. Грибы, лисички, они грибы, конечно, мелкие, поэтому они растут под лесной подстилкой, поэтому они редко бывают загрязненные. Вот их нужно будет почистить, помыть и порезать. И можно, конечно, было и целиком. Но порезать, если то они побыстрее сварятся. Некоторые вообще резать не надо. Они и так маленькие. Ну вот, теперь надо их хорошенько промыть. Чтобы потом на зубах не хрустело. Потому что на ножках, на шляпках песок кое-где остается, если не вымыть. Да и вымыть стоит несколько раз. Промыть. Упля. Жаль, маловато. Было бы раза хотя бы три по столько, может было и пожарить. Упля-пля-пля-пля-пля-пля. Всё, теперь можно в кипяточек бросать. Так вот, водичка откипела. Теперь можно налить чайку. А пока я буду пить чай, будут вариться лисички. Потому что лисички варятся явно дольше, чем лис. Это примерно полчаса. Воды я оставляю заведомо больше, чем нужно. Потом лишнее можно просто слить. Включим форсаж, чтобы закипело быстрее. И немножко добавлю соли. Соли так, чуть-чуть. Примерно с чая на ложку. Лучше потом досолить, чем есть пересолёное. Вот, осталось подождать. Примерно полчаса. И будут лисички с рисом. Прошло полчаса. Грибы почти свалились. Значит, самое время добавить туда пригоршню рису. И ещё минут через 20 воду лишнюю можно слить. Можно добавить приправы. И блюдо будет готово. Так, ну вот. Готово. Осталось только излишний бульон слить. Зачем он мне на ночь-то? И вот, подождать, когда остынет такое вот блюдо. По-моему, как всегда, слегка пересолил. Но ничего, это можно исправить майонезом. Субтитры создавал DimaTorzok